Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, очередной видеоролик, который связан с игровыми видосами. Это те видосы, которые вам нравятся, которые нравятся мне записывать. Огромное спасибо всем, кто поддержал предыдущий видеоролик. Спустя где-то две недели мы записали видос, сделали довольно неплохую активность под этим видеороликом. Я надеюсь, что если вам будет всё это так же нравиться, то в дальнейшем, я думаю, что можно даже через день, может даже каждый день выкладывать игровые видосы, если они вам будут нравиться, если вы будете прожимать лайки. Ну и активность на видосах будет собираться. Сегодня я подготовил для вас уж точно не Hornet Vulcan. Сегодня мы поиграем на довольно-таки интересном вооружении. Как вы знаете, сейчас у нас потихонечку уже начинается подготовка к сетапам. Ну и я, конечно же, любитель на тренировках экспериментировать каких-то вооружений, то есть, ну, не играть на каком-то стандартном дефолте. Не, дефолте, а, ну, что-то рассматривать, да. И на одной из тренинг я взял старый добрый страйкер. И знаете, с чем я столкнулся? Я столкнулся с тем, что я косил как просто как лох последний. Просто ужасно много было промахов от меня. Я руинил, грубо говоря, своим тиммейтам катку. И, по сути, там тиммейты играли, грубо говоря, там 5 на 6. В общем и целом, сегодня мне хотелось бы записать видеоролик на том самом лютом, в прошлом, инагибаторском страйкере. Попробовать на нем занять первое место. Попробовать реализовать максимально вооружение. Ну и это все дело будет, конечно же, выдумайте с харьком. Но нет. Это будет с васпом. Усложним ситуацию, усложним максимально жестко, да. То есть я мог бы сейчас взять Викинг, я мог бы взять сейчас какой-нибудь Хантер. И за счет там своих ховеров спокойнейшим образом там раскатывать и все это дело реализовывать. Но я захотел, ну, по максимуму поэкспериментировать, по максимуму усложнить себе ситуацию. Ну и посмотреть, что вообще из этого получится. Надеюсь на вашу поддержку. Ну и, конечно, под видеороликом данным. Жду ваши комментарии, в которых вы уже напишите, какое сочетание следующее вы хотите увидеть. Потому что ничего такого сверх жестко достойного из предыдущего видоса я лично для себя не видел. Кроме как там негатива и пару-тройку комментариев о том, что я не умею играть на рикошете. Но я, конечно же, это все дело оценил, понял, принял. Ну а сегодня уже отправляемся в бой. Единственное только, что мне надо взять, это, наверное, посмотреть, что у меня тут порезом. А, у меня резисты не одеты. Тогда давайте возьмем, наверное, что-то вроде вот этого. Что касаемо режимов. Сегодня, друзья, наверное, попробуем два режима. Попробуем контроль точек, попробуем захват флага. Надеюсь на не совсем большие карты. Все же я играю на уране. И больше подходит какая-нибудь среднестатистическая карта. То есть, может быть, там какой-нибудь год 2042. Или вот такой же какой-нибудь иранчик. Надеюсь, что сейчас крит ошибок здесь не будет. Ну и попробуем максимально реализовать свое вооружение. И, конечно же, попопадать. Это самое-самое главное. Если я сейчас буду просто промахиваться по КД, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но, ладно, флаг мы уже подбираем. Ну и если... Ух ты, ух ты, ух ты, сколько урона. Если меня тут пытаются чуть-чуть переблокировать, я, конечно, увезу в другой фланг. Так, давайте сюда. Стрекерочек полетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, мне натикать. Ой-ой-ой. Сейчас меня салют. Боже. Что-то я как-то... Не зря поехал, конечно, по респу. Можно было сыграть намного аккуратнее. Там, выкрутить как-то на правый фланг. Поехал по респу. Сразу быстро меня здесь нагнули. Ну ладно. Ничего страшного. Надеюсь, что наши тиммейты... Ну, тут уже проблемка, как говорится, на гибаторского у васпика. То, что в бочину стрельнули. А ты... Добрый вечер! Добрый вечер! Я отдыхаю в минусе. Ну, дефолтная ситуация. Надеюсь, что сейчас наша команда потихоньку начнет собираться. Потому что мы уже начинаем лететь 2-0 за одну минуту. Просто за одну минуту офигеть. Ну, это быстрая катка, конечно. Можно тут, конечно, и 6 звезд быстро бы забрать и сказать, что все хорошо. Но мы играем исключительно на победку. Я надеюсь на то, что сейчас еще вся эта катка пойдет в нашу пользу. Так. Тиммейт увозит флаг. У меня такое ощущение, как будто у меня дрона нет. И что-то в этом плане работает не так, как мне хотелось бы. Но вроде как все у меня должно быть активировано. Если я не ошибаюсь, то все в этом плане должно было быть, по крайней мере, четко. Так, вам бы я свой реализовал. Флаг. А, ну, понял. 0-3. Хорошо, идем. Неплохое начало. Отличное начало. Просто великолепное начало. Что делаем, молодые люди? А, крит ошибка. Ладно. Хорошо. Еще обновиться можно. Блин, еще супер. Мне все нравится. Мне все определенно прям вообще заходит. Прям вот просто класс. Просто великолепно. Обожаю я, когда такие ситуации происходят. Особенно на карте Иран. 0-3 летели, да? Обновляем сейчас, наверное, уже 0-4. Вот просто проверяем. 0-4. Верим, да? 0-4. Не, еще 0-3. Еще пока живем. Неплохо. Еще пока живем. А, там четвертый уже ведется. А, ну ладно. 0-4. Великолепно. Замечательно. Ну ладно. Хотя бы надо, как говорится, счет-то размочить. А то как-то сливать сухаречек. Это не есть хорошо. Давайте хотя бы попробуем один флажочек поставить. Сейчас. Пусть тогда ашкодроповую соберу. И попытаюсь улететь. Так. Молод человек меня не видит. Отлично. Замечательно. Добрый вечер. Я к нему тоже не попал. А, ну его кто-то слил. Так. Они флаг тоже увезли. Ой-ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише-тише. Куда? Домой. Правильно. Ой-ой-ой. Орта. Сука. Нифига она попала. Вот это выстрел был, конечно, бомбический. Если смотреть данную катку с точки зрения, конечно, получения звезд, то она, наверное, таки нормальная. Такая 3 минутки. Сейчас я четверочку свою. Может, и не четверочку. А, нет. Все-таки четверочку заберу. Да, ну это, конечно, максимальное право. Ладно. Хорошо. Услышал. Понял. Хорошая катка. Ну, вообще, замечательно. Мне понравилось. 0,5. Вообще, супер. Давайте пикаемся. Следующую. Сразу сходу. 3 минутки. 4 звезды. Ну, с точки зрения звезд, нормально. Нормально. Объективно нормально. Ну, а так, конечно, очень хорошая катка получилась. Мне понравилось. Так, ладно. Давайте сразу перемещаемся на следующую. Йоркшер у нас имеется. Кто-то еще даже на страйкерах играет. Я думал, что данные пушки уже давно не актуальны. Ну, и, кстати, что касаемо... Что касаемо Харька на страйк... Ой, Харька, говорю. Васпа на страйкере немножко тяжеловато, конечно, играть на нем. Потому что маневренность очень большая. А данная пушка все-таки, ну, предназначена для более таких средних корпусов. Дабы вы могли более плавно стрелять. И вас не качало, как не знаю кого. То есть здесь на васпике довольно-таки тяжело попадать. Еще если ты постоянно хочешь все делать в быстром движении, то это просто печаль-беда. И ничего хорошего у вас в этом плане... Ну, может быть и получается, но очень-очень-очень редко. Но сейчас, походу, мы опять начинаем сливать, да? Еще одна катка и опять начинается она с первого флага от противника. Надеюсь на то, что сплэш мне не попал. Хотя, по идее, сплэш должен быть у данного страйкера просто великолепный. Мы откатываемся чуть назад. Попадаем один выстрел. Можно было бы, наверное, это вот тоже молодого человека забрать. Ааа, сука. Пытается попасть. Хорошо, ладно. Замечательно. Бомбочку. Айша! Зараза. Ну, хоть бы бомба. Нет, бомба тоже никого не забрала, к сожалению. Ну, ладно. Продолжаем дальше, друзья. Ну, надо пытаться камбэкать, но я не знаю. Если я сейчас вторую катку подряд солью, это будет вообще провал какой-то. Меня же даже самому грустно станет. Я скажу, что захват флага, да ну его нафиг. Как я его не играл, так играть не буду. Пойду на свою любимую АЦП и там уже, я думаю, что точно что-то получится. Ну, ладно. Пока. Пока еще не все потеряно. Уже один-един сделали. Надо пробовать камбэкать, камбэкать еще раз. Камбэкать. Так, бомба. Хорошая бомба от тиммейта. Но у меня пытаются... Ой, боже. Я забыл, что тут. Килл звона. Блин, как я прыгнул. Конечно, печально, если честно. Ну, ладно. Четыре минут сорок секунд. Времени полным-полно. И тиммейту помогу. Давай, давай, дружаня. Ну, дружаня, ну ты скинь-то свой флаг. Ты, боже ты мой. Так, пока тут Титан стоит в куполе. Сейчас мы его попробуем как-нибудь немножечко-немножечко. Оп, оп. Оп, раскачаем, раскачаем. Давай, давай, давай. Конечно, у тебя сейчас купол-то пропадет, дурачок. Что ты там встал? Что ты встал? Три, два, один. Все, изи-каточка. Выстрел раз. Выстрел два. И я ни одного не попал. Ну, ладно. Тиммейт возвращает, и я ставлю. Отлично. 2-1, уже выходим вперед. Мне где-нибудь бы реализовать свою бомбочку суперскую. И было бы вообще... Блин, надо было там ставить. На этом прям мосту. Ну, ладно. 40... О, 40 секунд. Хотел сказать 4 минуты. Сказал 40 секунд. Давайте пробуем продолжать в том же духе. Ой, как я сейчас промазал. Так печально. Да, друзья, если честно, на Вазпике отличается на страйкере игра очень сильно от той игры, что можно делать, например, на том же Хантере. Ну, там же Викинги, да, здесь раскачка корпуса ужасно большая. И для страйкера, который играет с ураном, это... Ну, как минимум мне непривычно, да. Как я уже сказал в начале видеоролика, я и вообще на страйкере в последнее время играю очень редко. И это не та пушка, которая является, ну, простой по геймплею в нашей игре. Это довольно-таки тяжелая пушка. И когда ты с непривычки начинаешь на ней играть, то кажется, что ты вообще просто нулячий рак, который даже не знает, как на ней стрелять. И как будто ты ее одеваешь в первый раз вообще в своей жизни. Так, поставлю эту бомбочку. А, там все противники слились. Я думал, если какой-нибудь противник там останется в живых. Но! Что касаемо сплэша, друзья, сразу вам скажу. У страйкера сплэш, ну, просто бомбический. Просто бомбический. Если даже вы там стреляете в каких-то моментах от стеночек, да. Сейчас вот, например, я попал, да. Он наносит колоссально большое количество урона. И, наверное, по сплэшу сейчас это самая лучшая пушка. Да, понятное дело, что она сложная. Но сплэш она выдает очень годный. Если там стрелять на небольших картах. Да даже вот на таких картах, где там много домиков, стрелять в дома. Если ты знаешь, что там где-то противник есть сбоку. То от сплэша можно тоже хорошее количество урона наносить по противнику. И в этом плане все довольно-таки круто. Так, две с половиной минуты остается до конца. У нас уже как бы противник начинает камбэкать. Я тут смотрю. В движении, конечно, страйкер это просто ужас. Но я имею ввиду на васпе. Все выстрелы вы видите, что если я не притормаживаю, летят именно вверх, а не в противника. И еще и доставка. Ладно, я понял. Хорошо. Непривычно. Три-два. Две минуты до конца. Вторая слитая катка подряд. Это тельтостан. Будет просто тельтостан. Я не знаю, что тут делать. Просто не знаю. У меня не особо заходит. Не особо заходит у меня. Не особо заходит у моих тиммейтов. И пока все складывается максимально плохо. Давайте хоть пару-тройку страйкеров что-ли попадем. А то как-то очень больно так. Бомбочка хорошая. Залетает. Мамонтовер не... О, я понял. Я думал, что там у тиммейт начинает накидывать в бочину. Еще и какой-то шафт дает выстрел. Не, ну просто все замечательно складывается, если честно. Мне так все нравится. И урона прилетает дофига больше. И тиммейт так прям помогает. Прям максимально помогает. Еще все хорошо. Получается так. Батон. Я хотел сказать братон. А это, оказывается, батон. Батон ставит. Три-три. Хорошо. Батончик. Батончик, грубо говоря, в соляндрочку завозит. Завозит в соляндрочку эту катку. Я, конечно, пока только ее, наверное, мульчу. Ладно, ничего страшного. Пробуем увозить. Пробуем увозить. Стекай. Ярик. Ярик. Сука, как я мог врезаться в этот дом. Боже ты мой. Я уже думал, что я там хорошо, красиво повернул. Но все же в этот дом я врезался. Три-три. Мог быть четвертый увоз от меня. И мы бы выиграли эту катку. Ну, а так еще 50 секунд имеется до конца. Идея и время еще есть на камбэк. И может быть. Может быть. Может быть. Я сейчас вот так вылетаю. А, понял. Вылетаю. Воду как вылетел, так и улетел. А может и нет. Может и нет. Где-то тут противник был. Ой, хорошо. Красавчики вернули. Молодчики. Лучше и так. Вот так вот бомбочка. И я просто на полете. С ноги должен сейчас быстренько, 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 быстренько поставить, 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 поставить. Изи легкая. 4-3. Супер. Конечно, не первое место. Конечно, не первое место. Но что поделаешь, что поделаешь, что поделаешь. Главное, что мы эту катку все-таки камбэкнули и выиграли. Но скажу вам сразу, друзья. Очень сильно непривычно. Прям очень сильно. На вас и страйкер это что-то очень сильно необычное. Катку выигрываем, ну а теперь осталось просто взять сейчас первую каточку, сразу сходу, бам, и выиграть в контроле точек Надеюсь, сейчас получится все это дело сделать, будет очень даже замечательно, если все у нас сегодня получится Отличная карта, Чернобыль, как раз много нижних ярусов Я сейчас как раз на этих нижних ярусах, я думаю, на страйкере ты и поигра Захватим пару-тройку точек, а потом будем вот здесь, может быть, где-то около точечки Б раскручиваться и накидывать урон А может поедем сейчас нарез, правда, отлично, выстрел, попадаю Еще один, еще один попадающий, замечательный, третий не попадаю, раскачки не хватает И, к слову, там против такой аппетитный, сочный нагибаторский игрок, который у меня, наверное, может даже сейчас... Ой, нагнуть, а нет, не может нагнуть, все хорошо Так, выкатываем его, и теперь пробуем ехать дальше Давайте попробуем, наверное, захватить эту точку Один выстрел, 1300, тоже неплохо урона залетело Давайте попробуем теперь еще вот здесь понаносить урончик Так, минута... Ой, как я минуту говорю Аптека там сбита, нормально все, в принципе Можно попробовать вообще сделать эту катку досрочно Точек мы захватили довольно-таки большое количество И сейчас было бы неплохо, если бы мы их не теряли, а просто пытались удерживать Карта это позволяет, по идее, сделать Ну и пока что все складывается довольно неплохо Ну и на ЦП, кстати, мне вот сейчас на данный период времени Вот прошла буквально полторы минуты Прошло буквально полторы минуты Мне кажется, что все-таки на ЦПшечке попроще Поудобнее будет, поудобнее у вас по страйкере Нежели на ЦТФке На ЦТФке что-то там было прям очень сложно Прям когда тебя начинают накидывать, раскидывать урон по бочинам Когда тебе надо быстро лететь, влетать там Пытаться как-то ускользнуть от противника Еще при этом наносить урон То это выглядит максимально сложно Ну ладно, давайте для начала выиграем эту катку 9-1 мы ведем Точки, по идее, ну в большинстве под нашим контролем И это не может не радовать, безусловно Потому что все у нас здесь складывается довольно неплохо Вот единственное, что мне не нравится То, что противника сближается в 90% случаев Так, у меня крит В 90% случаев То, что если сближается противник с тобой Ты самоничтожаешься Ну, при том раскладе, что у меня нет резиста самого себя Потому что страйкеров сейчас в матчмейкинге Ну, просто нету, если я буду брать резисты самого себя Ну, это как-то даже, ну, глуповато Глуповато, согласитесь? И поэтому сближение противника Нереально большое количество сплэш-урона Имеет данная пушка Соответственно, вы в большинстве случаев Просто сливаетесь с самого себя Это, конечно, в плане Очков, да, как бы Получение опыта Ну, вернее, даже опыт тут не связан никак Именно очки, да Ну, немножко плоховато Немножко плоховато Что такие ситуации происходят Но Если рассмотреть сам страйкер Немножко с другой стороны С тем, что Его можно использовать так же Как эту сплэш-пушку Только, например, кидая урон от стеночек То это, конечно, огромнейший плюс Просто надо вблизи играть Намного-намного аккуратнее Так, пока я обновлялся Катку мы уже начинаем сливать Нифига себе Мы только что ввели 10-1 А уже 10-7 мы сливаем Ну, ладно, хорошо Пробуем камбэкать Что делать? Ничего страшного Но, в принципе, в этом нету И сейчас мы эту катку камбэкнем Будет вообще просто все Очень даже неплохо Там точка на центру На центре На центру На центре была или не была? А, да, была Попробую ее захватить Но у нас прям точки Что-то как-то очень быстро утекают Как будто она сейчас Хотят просто от 0 до закрыть Что как-то Мне даже особо Это и не нравится Так, хороший сплэш урон Сейчас пролетел Так, и противник может быть Где-то рядом есть Ладно, ставлю бомбочку Может быть, кого-нибудь там зацепит Ну, блин Ну, зачем ты толкаешься, друг Ты мой хороший Ну, для чего вот это делать Я не понимаю Захотел я откатиться Нет, ну, пропусти ее Зачем там пытаться Что мне Заблокировать Помешать Ничего Тут сложно пропустить Тиммейта своего Я считаю, что это не сложно Можно уж тиммейт Дорогу дать Немножечко хотя бы Так, опять В очередной раз Я сомничтожился И катку мы начинаем сливать Все от нижней точки Захватывает противник Наши тиммейты Пока что особо Не справляются Но это Как говорится Еще не приговор Самое главное На ЦП Это последняя минута Если мы на последней минуте Сыграем довольно Качественно Грамотно Аккуратно То В принципе Все это дело Закроется В нашу пользу И без особых проблем Сейчас я поеду На точку Г И А, ладно Не поеду На точку Г Хороший титан Пусть яйца Я поеду Лучше вот сюда На точку Ф Покидаю здесь урон Надеюсь, что я солью всех Третьего Добить Будет еще замечательно Так, страйкер Хорошо Молодец, Санечек Так, он поехал Захватывать другую точку Да? А, не Он просто стоит Он хотел по мне урон накинуть Я понял Ну, попытка неплохая была Попытка была неплохая Ну, точечку я захватил Без особых Даже если честно проблем Так, откатился Противник Это просто такой Выстрел В небо Был только что Попробуем бомбочку прожать Санечек сольется Сольется Санечек Хорош, Санечек Санечек Красавчик Санечек Может Сливаться Тогда, когда это нужно Вот здесь противник Который заехал Со спины Это, конечно Очень печально Катку мы продолжаем Сливать Прошу это заметить Друзья Полторы минуты Остается до конца Мне надо Пару-тройку выстрелов Выдавать Грамотно С этого страйкера И забирать Как минимум Точку Б Желательно Даже Захватывать Еще что-нибудь Конечно Этот фриз А там еще И не один фриз Я думал Там он один стоит Там еще Пару-тройку танков Стоит Хорошо, что он Сейчас акцентирует Внимание Не на мне Я Все равно Не успел убежать Думал Сейчас убегу Будет все В этом плане Хорошо Но его надо сливать Кстати Молодой человек Очень много точек Захватывает Притом Рассказывает То, что остается Всего лишь 50 секунд до конца Это очень И очень Очень Плохо Так Страйкер Хорошо Откатился Чтоб не получить Выстрел Еще один выстрел Ай-яй-яй Ну В движении Конечно Против легкого танка Что мне тяжело Что ему тяжело В таких ситуациях Стреляться Как точка Там захватилась Идем на точку Ф Забираем ее Быстро Точку Да, может быть Заберем Молодые люди Мы сейчас Сливать будем Ё-моё Ну давайте Быстрее По точкам Я попытаюсь Сейчас эту Подконтролить Надеюсь Что у меня получится Это 2600 Хорош Что такой страйкер Мощненький Залетел Сейчас еще Вот эту точку Если заберу Будет вообще Все прекрасно Просто Прекрасно Так Вот так Бомбочка Ай Хантер С овердрайвом 7 секунд До конца 15-14 И ничьи Даже здесь Не будет Мы слили Эту все-таки Катку Но Свои 6 звезд К слову На данном Интересном Замечательном Вооружении Все же Я забрал Что я могу Сказать вам Друзья По страйкеру На данный период Времени Это не та пушка Которая находится В балансе Это С этим согласится Любой Да То есть Можно там Поэкспериментировать Поиспользовать Данную пушку Там с устройством Например с циклоном Там с охотником Это более простые Устройства С которыми Проще Играть На данной Пушке Но я Как игрок Который Раньше Играл На протяжении Долгого Времени С устройством Уран Вам могу Сказать точно Что это Не те Устройства Которые Меня Интересуют На данной Пушке Меня Интересуют Исключительно Данные Устройства И не надо Пожалуйста Писать в комментариях О том Что да Блин Да выкинь Ты этот Свой уран Поиграй На других Устройствах Они же Там нагибают Там Или еще Что-то В этом Духе Я считаю Что страйкер Нужно использовать Исключительно С данным Устройством Это намного Сложнее Но Каждая Ракета Наносит В два Раза Больше Урона И поэтому Я считаю Что данная Пушка Должна быть Использована Исключительно С данным Устройством Ну и в этой Катке я Как бы хотел Показать Все что Можно сделать Даже на Таком Вооружении Которая по сути Сейчас Не находится В столь Хорошем Балансе Если вам понравился Данный видеоролик Если вам Вообще Заходит Видеоролик Который связан С игровой Тематикой То обязательно Не забывайте Прожимать лайки Подписываться На канал Нажимать на колокольчик Дабы ничего Не пропускать Ну и так же Не забывайте То что стримы У нас в 9-10 Часов Вечера Проходят Присоединяйтесь Буду вас там ждать Ну а с вами был Мистер Ванька Всем друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok